Добрый вечер, дорогие VIP-шки! Очередной эфир. Вчера я вас не стала трогать, так как многие из вас отмечали Пасху, поэтому эфир проходит сегодня. Отвечаю на вопрос. Вопрос поступает каждый год. Нет всех родителей, только от наших самых-самых. Это тех, которые посадили наших пятиклассников и шестиклассников сдавать тесты в селективной школы и на Сколошипс в частные. И что происходит? Наступает время, когда результаты Сколошипс уже поступили, а результатов на селективную школу ещё нет. То есть офферы в частную придут быстрее, чем оффер в селективную. И что наступает? Наступает такой тяжёлый выбор, когда родитель не знает, что делать. Или принимать оффер в частную школу, или же ждать, что ответит селективка. Потому что в голове наших родителей им кажется, что это две одинаковые вещи. Ну, не все, естественно, но многие так думают. И вот мы сидим и думаем, рисковать или хватать. Ну, понятное дело, те, кому предложили стопроцентный оффер в частную школу, никакую селективку ждать не будут. Потому что, ну, это бесплатная получается учёба, тем более, если в той школе, которую вы очень хотели. Но у нас часто такого чуда сейчас уже не случается, потому что частные школы тоже умные. Они сейчас берут вот эти сколоши стопроцентные и делят их или на две, или на четыре части. То есть, чтобы дать стопроцентную сколоши, частная школа получает одного умного ученика. А если разделить это на четыре части, да, то или на пять даже частей, по 20% каждой, то можно получить пять умных учеников. Но чаще, да, делят пополам, 50 и 50. И всё равно сумма получается довольно-таки приличная. Я не стала поднимать разбивку стоимости 50% сколоши для этого эфира. Если надо, я её просто письменно запощу. Но я вам могу сказать, что в школе, в которой полная оплата 40 тысяч, ну, за хайскул мы так, там, 36, потом 38, потом она становится 40, на 50% сколоши со всеми плюшками, которые потом нужно доплачивать, всё равно получается двадцатка в год. То есть сумма всё равно приличная. И поэтому родители думают, ну, если он на сколоши поступил, то большая вероятность, что он поступит у меня в селективку. И в какой-то степени в этом есть правда, потому что тесты очень похожи. И, как вы понимаете, на сколоши места мало, на селективку мест много. И если вас взяли, и причём взяли без всяких осложнений, то шансы поступить в селективку у вас довольно-таки большие. Но тут уже выбор делается немножко с другой стороны. Он должен исходить из того, в чём отличие образования селективной и частной. В частную вы подавали для чего? Какая была причина? Вот от этой причины нужно и исходить. Потому что, когда вы попадаете в частную школу, даже по сколоши, это не означает, что в ней будут все замечательные, умные, отборные дети. Там они будут абсолютно разные. И вашему ребёнку всё равно придётся пройти через процесс стриминг. То есть, ну, естественно, если это академическое сколоши, у него, и он поддерживает свой академический уровень, у него не будет проблем оказаться в сильном классе. Но если это сколоши, допустим, академическое и музыкальное, то есть академику, да, нужно поддерживать тоже, ну и музыка на приличном уровне, вы туда его отдаёте, чтобы вся музыкалка, это или танцы, или там рисование происходили в школе. И борьба за академическую часть, за высокие уровни, всё равно будет происходить. И нагрузка с музыкой и танцами, она не уменьшится. Теперь, если же вы попадаете в селективную школу, там этот отбор, в принципе, уже произошёл. Туда попадут все, которые, ну, отборные, да, отличники. Естественно, когда они начнут учиться уже в этой школе, там произойдёт своя, как бы, пирамидка. Кто-то окажется в топе, кто-то окажется внизу, но материал изначальный, с которым работают учителя, он уже хороший. В то время как в частной школе могут быть и троечники, могут быть те, которые вылетят. То есть академически процесс отличается сильно. Вот вы думаете, да, что мне важнее. Те, кто попадает в селективную школу, это 95% идущих потом в университет, потому что, ну, для этого туда идут. Селективная школа, а примерно 25% выпускников используют АТАР как метод поступления в университет, она и является вот этим генератором людей, которые используют АТАР. То есть мы все можем поступить в университет каким-то образом. Те, кто учатся в селективной школе, они поступают в университет через АТАР. 95% в каких-то школах это будет 99%. Они даже не рассматривают другие методы. То есть это такая системная, очень понятная русскоговорящему родителю система. То есть вот если вы хотите как дома, селективка вам даже морально подойдет лучше, чем частная. То есть вот все родители, которые закончили российские какие-то продвинутые лицеи, там углубленное изучение чего-то, селективная школа вот для вас, потому что вам будет это понятнее. И поступление в университет, у вас будет тоже все это понятно. В частной, наверняка, если это просто академическое scholarship, там качество учеников может быть хуже, но ресурсов, чтобы их завжи потащить и добиться чего-то, будет больше. Но если у вас уже имеется такой кандидат, то вот эти 20 даже тысяч долларов в принципе большой разницы не сделают, потому что когда ты отличник, ну большинство своей работы ты выполняешь сам, ну с помощью там учителей, конечно, хороших, которые тебя мотивируют, но они могут быть и в госшколе. Вот и подумайте, как эти 20 тысяч лучше использовать. Или отдать частной школе, но в принципе он бы и так учился у меня нормально. Или же пойти в селективку, ну или даже в обычную свою гос, эти 20 тысяч использовать как-то по-другому, если это scholarship академическое. Второй момент, который, возможно, вас мотивирует, вы хотите среду, то есть вы идете в эту частную школу, потому что там комьюнити такое другое, там какие-то связи, ну я не знаю, что себе нафантазировали родители, то есть у вас цель другая, вы покупаете environment за эти деньги. Fair enough, ну вот 20 тысяч это будет стоить. Появятся ли у вашего друга, у ребенка там друзья, оправдают ли эти надежды, ожидания надежды, я не знаю, но вот это именно то, за что вы отдаете денежку. Если же у вас scholarship академ музыка, академ танцы или академ или что-то еще, ну чаще у нас музыкальное и танцевальное, вот тут все-таки я отдаю приоритет частной школе, потому что если они эту scholarship придумали, у них есть программа довольно-таки приличная, и вот вам с утра отвезти, и голова болеть уже не будет, и вечером забрать. И вот он там будет и на дуде дудеть, и танцевать, и весь этот набор до 9 даже иногда вечером. Поэтому еще раз подумайте, я покупаю академку, я покупаю людей комьюнити связи, или же я все-таки покупаю этот вот экстра талант, который присутствует у моего ребенка, и тогда ваш выбор, или принять оффер в частную, или же ждать селективку, будет намного легче. Из практики, какой совет я давала некоторым семьям, если это была чисто академическая scholarship, и если семья была, ну я называю такая вот русская, в плане им понятнее наше образование, как это у нас, как это правильно, я им сразу говорю, видите, в селективку, в вашей душе будет спокойней. Потому что, если вы пойдете в частную, и не увидите никаких вау-фейерверков, вам будет очень жалко ваших 20 тысяч. Но тут есть еще такая плюшка, с которой можно поработать. Если вы эти 20 тысяч заплатили за первый год, и ваш ученик показал себя отлично, он поддерживает, support his or her scholarship, это называется, ну то есть, тебя взяли, ты хорошо учишься, ты звезда, прима-балерина, там первый скрипач, можно немножечко поныть. Ну у вас какие-то же сложные обстоятельства, там вы платить не можете, и денежку можно, как бы уменьшить, да, оплату. Ну то есть, школе вы нужнее теперь, да, то есть сначала вы хотите школу, а потом школа посмотрела, что вы-то вау, теперь школа начала хотеть вас. И тогда, вот это вот, этот конек переговоров уже в ваших руках. Вот примерно так и делайте выбор. Если ваш ребенок оказался молодцом, получил оффер от частной, и вы не знаете ждать или не ждать селективку. Надеюсь, объяснила понятно. Всем хорошей недели. Пока.